От Белоруссии до Бразилии больше 10 тысяч километров. Но это не помешало нашему герою, известному гродненскому диджею Дмитрию Горшанову, подписать контракт с бразильским лейблом. ДИДЖЕЯ ДМИТРИЯ Горшанова Первая моя песня, которая выпускается за границей, и конкретно этот релиз, который называется «Братство», то есть он такой символичный для меня, и текст о единстве каком-то, я решил отправить именно этому лейблу и предложил, на что получил очень смешной просто ответ. «Нет, чувак, это круто!» и все. Я пишу, ребята, может, ну так вас заинтересовало или что? Они мне просто пишут, посмотри свой ящик. Я открываю ящик почтовый, а у меня там лежит контракт. Песня была полностью записана мной, придумана мной, текст был придуман мной, и записано это все в таких достаточно кустарных условиях. То есть я сразу хочу сказать, что для того, чтобы ваш трек выпустили за границей, вам не обязательно имеется очень дорогую студию звукозаписи. Вам нужно иметь видение свое какое-то, нужно знать, что ты хочешь передать музыкой. Сами диджеи, повелители и маги наших танцев и настроения относятся к своей профессии по-разному. Кто-то воспринимает это как хобби, кто-то в качестве серьезного рабочего процесса, другие просто постоянно живут музыкой. Настоящий диджеинг – это стиль жизни. Современное поколение молодых диджеев, они в основном, с учетом того, что я еще преподаю диджеиство, у меня первый вопрос, когда ко мне люди всегда приходят, первый вопрос, который я задаю этим людям, для чего ты ко мне пришел, что ты хочешь получить от меня? Какое образование? Мне люди всегда отвечают, я хочу играть в ночном клубе. Все. То есть человек не говорит, что он любит музыку, он не говорит, что он живет музыкой. А это и есть диджеинг. Диджеи – это человек, который постоянно перебирает музыку, он ищет что-то интересное на свой вкус. Я люблю очень, когда в музыке передается какая-то энергетика. То есть, если есть в музыке энергетика, я думаю, что она зацепит по-любому. Если музыка написана для того, чтобы получить свои тысячу долларов завтра, потому что надо срочно, вряд ли она имеет какой-то вес вообще культурный и эстетический. Лучший диджей – тот, который может завести публику абсолютно незнакомым ей треком. Профессионализм диджея заключается в том, что он может завести танцпол музыкой, которую, возможно, люди даже не знают и не слышали. Например, он может сыграть сет, и все будут танцевать, и будет весело, но там не будет ни одной песни на премьер на сегодняшний день ЛДЖ, которого все знают. Но ее там не будет, но будет всем хорошо. Топовый диджей не обязательно играет топ-лист. Быть узнаваемым и запоминающимся можно, и играя что-то другое. Ты зажат в рамки топ-листа, у тебя есть 100 песен, и все. И ты никуда не можешь двинуться. Развитие вообще, когда человек играет топ-лист, у него развитие ноль. Хотя, с другой стороны, люди, которые приходят в клуб, они думают, это шикарно, это лучший диджей сегодня за ночь. Он сыграл все мои любимые песни. В карьере диджея, топ-лист – это такой период. И чем быстрее он пройдет, тем лучше для диджея, тем он целее останется в голове своей, то есть своим видением музыки. Надеюсь, за это время он ее не растеряет. Для всех диджеев такой период топ-листа заканчивается по-разному. Кто-то, например, совершенно разочаровывается в этой профессии. Другие остаются в диджеинге, но уже сами создают треки. Молодым диджеям я советую слушать много музыки, абсолютно разной. Желательно, конечно, найти то, что тепло тебе, то, что тебе приятно слушать. Дальше я советую развиваться диджеем не только играть музыку, но и пробовать писать что-то свое. Когда вы начнете это делать, оно тяжело кажется, но когда вы только начнете писать что-то свое, вы по-другому начнете видеть музыку, которую вы до этого играли даже. В мире музыки важно быть услышанным. Если будет качество, будет и количество тех, кто готов танцевать под ваши треки в любое время дня и ночи. Научиться танцевать 200 человек под себя – это просто. научить несколько тысяч, я имею в виду, в разных заведениях суммарно – это хорошо, это опыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...